Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогие братья и сестры, меня зовут Микаэль и я руководитель филиала крипто-халяль в России и странах СМГ. Наша миссия – научить мусульман халяльным видам торговли и инвестиций в криптовалюту. Наши курсы стали точкой финансового и личностного роста уже более 150 братьев и сестер по всему миру. Так начни же зарабатывать дозвольным по шариату путем и расходы на пути Аллаха. Присоединяйтесь в нашу команду и переходите по ссылкам ниже. Давайте возьмем горошину нута и рассмотрим ее внимательно. Как вы думаете, сколько букв можно написать на этой горошине? Пять? Шесть? Если постараться, можно написать десять строчных букв. А как насчет такой книги, как Великий Коран? Если уместить все содержащиеся в нем буквы на одной горошинке, неужели это бы вас не удивило? А что если я вам скажу, что вы уже сталкивались с массой таких примеров на протяжении всей своей жизни, просто не обращали на них внимания? Оглянитесь вокруг, и вы увидите, как деревья тянутся вверх на целые метры. Почувствуете аромат цветов или же овощей и фруктов, которые мы едим. Даже гигантские деревья когда-то были всего лишь небольшим семечком, или же косточкой. Разве это не изумляет? Семена словно носители информации. Каждое семя словно компьютерная программа для своего отдельного вида растений. В нем подробно заложено и предопределено количество листьев, количество веток, а также форма растения, его цвет, его размеры и разные фазы его развития. Вся информация об этом растении хранится в этом маленьком семени. Мы сейчас говорим только о семени дерева. Возьмем, к примеру, персиковое дерево. Мы не можем увидеть ясную связь между плодом и косточкой. Иными словами, ни аромат, ни цвет, ни вкус персика не совпадает с показателями его косточки. Что более важно, мы не видим никаких признаков жизни, свойственных персиковому дереву в его косточке. Может быть, ответ таится в каких-то других факторах? Давайте попробуем разобраться. Что нужно для того, чтобы семя превратилось в дерево? Ответом может быть почва, удобрение, вода, свет. Но ведь у них нет ни вкуса, ни запаха. Неужели мы потеряли обоняние и вкус? Или мы уже веками болеем ковидом? Когда мы едим фрукты, мы прекрасно различаем вкус и аромат. Тут следует понимать, что если в образовании состава для столь вкусного и приятного на запах продукта использовалась земля, да и не просто вкусного и ароматного, даже если взять сочные апельсины или же лиловые гранаты, упругие сливы и медовые дыни, ароматные ягоды клубники или зёрна кукурузы, если можно получать десятки продуктов с разными вкусовыми и ароматными качествами в условиях одних и тех же факторов, если вы видите разнообразие цветов, форм, достоинств, то это говорит, что за ними стоит некто, чья щедрость и богатство в искусстве уникальна. Но и на этом интересные наблюдения не заканчиваются. При помощи ножа мы разрезаем плотно пополам, чтобы увидеть, какой он внутри. И что же мы видим? Мы видим такое же семя, что было изначально помещено в землю. Да и не одно, а сотни семян наполняют эти плоды, словно дар для нас. Иными словами, из одного растения мы получаем тысячу. Таким образом, обеспечивается продолжение рода того же самого плода, того же растения, и так, чтобы людям было легко его выращивать. Не пройдёт и ста лет, и предметы нашего повседневного обихода окажутся на свалке. А плоды, которые были знакомы ещё нашим прадедам тысячи лет назад, продолжают передаваться из поколения в поколение с незменной свежестью аромата и красотой, благодаря их семенам. Даже если семени поместить в почву, оно может сохраняться от 10 месяцев до сотен лет, и прорасти позже. Обратите внимание на следующую деталь. Во-первых, дерево появилось посредством запуска программы, установленной внутри семени. Допустим, ну а что дальше? Во-вторых, сотни программ установлены в каждом плоде этого дерева. Если учесть, что разработка программного обеспечения является одной из наиболее сложных задач в мире, то столь детальное программирование семени не может быть ни случайностью, ни результатом природных, почвенных или же оразительных факторов. После чего остаётся лишь один вариант. Это тот, кому подвластно всё вокруг. Тот, кто может сотворить всё. Это творчество Аллаха. Если мы попробуем выяснить, сколько в мире существует разных видов растений, мы обнаружим около 400 тысяч, которые постоянно пополняются новыми видами. Почти все они – семенные растения. Около 10 тысяч видов можно найти в Турции. Но за всю свою жизнь мы встречаем намного меньше 10 тысяч. Так что же внутри этих семян? Вам никогда не было любопытно? Быть может, вы думаете, что если существует так много разных видов растений, значит и их семена отличаются. Но только всё совсем не так. Они очень похожи друг на друга. Можно сказать, что углерод, азот, водород и кислород образуют главную составную массу. И даже несмотря на то, что все эти фрукты, овощи и растения совершенно разные, они мало отличаются друг от друга. И всё же около 40 тысяч разных видов растений появляются на свет из этих семян. Разве это не произведение искусства, когда из идентичных на вид и по составу семян появляются самые разные растения? Представьте себе мир безо всех перечисленных нами прелестей. Представьте, если бы семена производили один и тот же вид растения, или если бы их плоды не имели семян, или если бы нам приходилось подолгу ждать, пока они вырастут, скажем, 10 лет на то, чтобы вырастить арбуз. Или возьмём такой сценарий, что нам нужно было бы прикасаться к растению каждую минуту, чтобы обеспечить его рост. Вместо этого мы засеиваем поле и периодически следим за ростом. А всё могло быть построено и так, что нам пришлось бы непрерывно ухаживать за растением. Или же одной земли, воды и света было бы недостаточно, и нам постоянно требовались бы труднодоступные материалы. Или если бы срок хранения семян был короче, и мы были бы вынуждены сеять их в течение 10 минут, чтобы они не погибли. Всякое могло быть. И таких возможных негативных сценариев не пересчитать. И жизнь обернулась бы катастрофой. Но ничего такого не произошло. Просто задумайтесь над этим. Несмотря на всё это разнообразие плодов, у нас мог оказаться всего один вид. И всё было бы одинаковым на вкус. Скажем, разные плоды, но все одинаковые на вкус. Или представим, что мы и вовсе были бы лишены вкусовых рецепторов. Мы бы жили в таком мире, в котором бы питались только для того, чтобы выжить. Однако, несмотря на все эти сценарии, мы едим десятки разных фруктов и овощей, самые разные на вкус. Мы являемся гостями щедрой силы. В заключение давайте приведём следующие строки. Видели ли вы то, что вы сеете? Вы взращиваете это или мы взращиваем? До новых встреч в следующем эпизоде. Субтитры создавал DimaTorzok